До недавнего времени в Пущине не было зарегистрированных случаев заболеваний COVID-19. Однако, по данным на 24 апреля, было подтверждено три положительных анализа. Но в официальной областной статистике первые случаи заболевания коронавирусом по нашему городу не числились. COVID-19 подтверждается лабораторными исследованиями и фиксируется по месту приема анализов. Они прошли регистрацию в Москве, то есть они обследованы были в Москве. И Москва забирает те результаты, которые по ним прошли, себе в отчетность. И чтобы не было задвоения цифр, то у нас часть людей, которые, допустим, сирпуховичи, они больные COVID-19, но тем не менее они числятся за Москвой. Пущницы, чьи анализы были взяты и зарегистрированы в Москве, находятся на изоляции по месту жительства. У них подтверждена легкая форма течения заболеваний или носительства. Из трех человек, по данным на 24 апреля, один уже выздоровел, у остальных взяты повторные анализы. В городском округе серпухов в то же время было зафиксировано 29 случаев заболевания. Как говорит Лариса Танаева, в основном это тоже легкая форма коронавируса. Контроль за всеми, кто находится на необходимом карантине, осуществляют полиция и представители местной лечебной сети. Они со средствами защиты, специальных костюмов, и они обязаны, безусловно, приходить к человеку, проверять его состояние здоровья. Это их обязанность. Просто ежедневно они могут не приходить, ежедневно они могут справляться о состоянии здоровья, допустим, по телефону. По словам Ларисы Танаевой, как и многие вирусные заболевания, в среднем инфекция COVID-19 протекает в течение 7 дней. В зависимости от состояния пациента, его либо направляют на изоляцию дома, либо госпитализируют. При получении двух отрицательных результатов тестов человек считается выздоровевшим. Для граждан, желающих проверить себя на коронавирус, существуют платные исследования. Но есть категория жителей, которым при ухудшении самочувствия или имеющихся текущих заболеваниях необходимо сдать анализы. Это все заболевшие пневмониями, лица старше 65 лет, медицинские работники, лица из организованных закрытых коллективов. И те, которые приезжают из-за границы, у нас также должны быть обследованы на коронавирус. Также к ним относятся люди, которые контактировали с больными COVID-19. Все результаты проходят повторную проверку. Областные лаборатории расположены в Мытищах и Оболенске. Именно в них ставят окончательный диагноз. Роспотребнадзор контролирует распространение инфекции несколькими способами. Первый – выдача постановления о необходимости находиться дома в течение 14 дней. Его получают те, кто, например, мог контактировать с заболевшими или прилетел из-за границы. Дальше мы для всех организаций разработали предписания, которые включают в себя режим деятельности предприятия, то есть проведение дезинфекции, проветривания, термометрии обязательно, проведение текущей и заключительной дезинфекции, ну и ряд других ограничительных мероприятий в зависимости от вида учреждений. Все учреждения еженедельно предоставляют отчет о проведении необходимых санитарных мероприятий. По словам Ларисы Танаевой, в пущине злостных нарушителей не выявлено. Если учреждение или гражданин не соблюдает обязательные правила, то к нему предъявляются санкции по статье 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Сейчас введены туда еще три части, по которым мы и органы внутренних дел составляем протоколы. Значит, этот протокол может быть составлен как на гражданина, так и на юридическое лицо, в зависимости от того, кто допустил эти нарушения. Протоколы рассматривают суд и вносят соответственное решение. Основные симптомы коронавируса не отличаются от привычного нам гриппа, однако его особенность – устойчивость в окружающей среде. Из-за этого коронавирус быстро распространяется. Всего в Московской области, по данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, на 26 апреля зафиксировано 9 070 случаев заболевания. Вообще, если мы возьмем, распутрим по отношению к Московской области, то впущена очень хорошая ситуация. Единичные случаи, легкие формы, все изолированы, поэтому, мне кажется, особо беспокойство это не должно вызывать. Коронавирус легко передается от человека к человеку, поэтому самый верный способ защитить себя и своих близких от COVID-19 – соблюдение необходимой самоизоляции. Ксения Франзин, Иван Хромов, Тимофей Акимов, ТВ Спущено.